Печальная новость, которая пришла вчера утром из Мюнхена, подвигла многих людей вспомнить, задуматься о тех годах, когда они так или иначе взаимодействовали, сотрудничали, работали под руководством с мэром Москвы Юрием Лужковым. Команда, которая сложилась еще в начале 90-х годов на историческом факультете МГУ, принимала участие в организации избирательной кампании в Государственную Думу 1998-1999 годов. И по итогам этой кампании, как известно, мэр Москвы Юрий Лужков и Евгений Максимович Примаков потерпели тогда довольно серьезное поражение. По итогам этого всего мэр пересмотрел круг своих помощников, в широком смысле этого слова, которые занимались у него информационной и политической работой. И с тех пор наша команда фактически стала неформальным политическим департаментом в мэрии Москвы. И так продолжалось до вынужденной отставки Юрия Михайловича. То упорядочение среды, которое он генерировал, создавал вокруг себя, оказывало очень большое влияние на всех людей, которые близко или далеко, ежедневно или изредка, но каждодневно, тем не менее, взаимодействовали с ним. В данном случае речь шла о повседневной информационной аналитической обеспечивающей деятельности. Мэр Москвы с самого начала поражал своей невероятной для обыкновенного человека энергетикой. Казалось, что у этого человека два сердца. Редкий человек способен выдержать ту интенсивность жизни которой и работы, которой жил Юрий Михайлович. Люди, которые работали с мэром, они видели, что этому человеку категорически не пофигу то, что происходит в стране и в мире. Что ему очень интересно все, с чем он сталкивается. Это вообще поразительная черта. Обычно с возрастом у людей все-таки постепенно сужается круг того, чем они интересуются. Здесь ситуация была обратная. С момента моего, наверное, первого видения живьем мэра Москвы году в 1998 на экономическом факультете МГУ, когда он туда пришел выступать, и вот за эти почти 12 лет он прошел очень большую дорогу в становлении своей личности, изменение, расширение круга знаний. И это все мотивировалось каким-то необычайным интересом к жизни во всех ее проявлениях, по всем направлениям, которая была для него характерна. Да, казалось, что у него два сердца. И втягиваясь в ту работу, которой мы занимались ежедневно, без выходных, ты постепенно проникал, по крайней мере, мысленно проникал и в ту систему, Лужковскую систему, которая вполне себе уже тогда сложилась и функционировала во многих своих проявлениях, по многим направлениям. Парадоксом было противоречие между вот этим холодным, я бы сказал, мертвенным левиафаном и его противоположностью, которая обитала на пятом этаже мэрии, здания на Тверской 13. То есть, как будто бы он в эту очень холодную и достаточно жесткую, если не сказать больше, среду он вносил нечто очень личное, очень заинтересованное и, я бы даже сказал, оправдывал ее существование. Если сегодня кто-то сравнительно молодой начнет листать интернет-страницы конца 90-х и 2000-х, он обнаружит какое-то повышенное, особое отношение к тогдашнему мэру, которое было характерно для тогдашней медиасреды. Почему Лужков вызывал такое, я бы так сказал, пристальное раздражение в этих кругах? Мне кажется, не только потому, что биографически, образовательно он отличался от ее представителей. Здесь есть более простые материальные основания. Экономика Москвы, особенно в 90-е годы, в меньшей степени в 2000-е, но эта тенденция сохранялась. Экономика Москвы являлась собой такой, и продолжает, конечно, являться таким саморазвивающимся рынком. Все везде мертвенно, все везде лежит, ничего нигде не работает, нет инвестиций, некуда инвестировать. В Москве ты вкладываешь тысячу, миллион и получаешь достаточно приличную, устойчивую, надежную отдачу. Очень много людей, не самых последних людей в нашей стране, хотели бы инвестировать в Москву. Но Москва была закрыта для многих очень уважаемых, очень серьезных представителей российского бизнеса, которые не могли сюда инвестировать, потому что не разрешал мэр. Естественно, производным такого обстоятельства было транслируемое через медиа-среду раздражение. Я, если утрирую, то не слишком. В 2000-е годы с приходом президента Путина этот процесс, так сказать, или эта тенденция пошла на попятного. Постепенно открывались все новые и новые делянки и треки, куда, по договоренности. В результате каких-то, как правило, неизвестных никому постороннему разговоров и обстоятельств, проникали те деньги, которые в 1990-м году сюда практически не могли проникнуть. Но когда вы видите, я в данном случае обращаюсь к тем, кто не вошел тогда еще в активную фазу своей жизни, когда вы видите на каких-то старых строчках, старые экраны напряженное раздражение, не забывайте, что за ними не только человеческое, но и экономическое. Мы находимся сейчас в МГИМО, этот разговор идет в МГИМО, в том месте, в том университете, который видел, наверное, практически всех, сколько-нибудь крупных политиков мира, который видел практически всех политиков современной России, но парадоксальным образом, или не очень парадоксальным, Юрия Михайловича здесь не было. Меня как-то спрашивали, а почему так? Вообще вопрос, с одной стороны, простой, но тянет за собой довольно много всякого разного. Наверное, что было крайне маловероятно, уже смотря и с сегодняшнего дня, наверное, если бы они с Примаковым, скажем так, собрали бы гораздо больше процентов в 1999 году, присутствие мэра здесь, оно состоялось, и, наверное, раньше, еще раньше, гораздо раньше было построено это общежитие, которое сейчас заканчивается около МГИМО, большое общежитие, которое полностью решит проблему расселения студентов МГИМО. Но есть и другой аспект. Я его связал бы с довольно специфическим отношением Юрия Михайловича к такой категории, как государство. При том, что вроде бы очевидно, что московская городская власть, опираясь на Конституцию 1993 года, имела очень значительные властные полномочия, скажем так, автономизированные от федерального центра. Когда мы в тех или иных текстах, в каких-то выступлениях, в каких-то статьях прописывали такой аспект, что государственные власти Москвы, так или иначе ассоциируя Лужкова лично со словом «государство», это вызывало такое, скажем так, мягкое отторжение. «Государство» — это Кремль, это федеральный центр. «Государство» — это то, что олицетворяет всю страну. А мы городские власти. И это парадоксально, потому что круг полномочий, как формальных, так и фактических, в иные годы приближался к полномочиям некоторых федеральных и довольно уважаемых федеральных органов. Но факт остается фактом, и это так. При этом для меня лично этот человек, особенно на рубеже 90-х, нулевых, он фактически и персонифицировал тогдашнюю российскую государственность. Знакомясь в свое время с многими обстоятельствами начала 90-х, середины 90-х, ты приходил к выводу, что те процессы распада, тот хаос, в который погружалась страна, здесь, в Москве, в значительной степени в результате его усилий, его нечеловеческой энергетики, эти процессы были заторможены и обращены вспять. И вот это вот противостояние энтропии, которое персонализировал Лужков, естественно, не в единственном числе, и позволяло, в общем, видя, как многое валится в пропасть, позволяло ассоциировать именно его, Примакова, Шаймиева, ассоциировать тогда с российской государственностью. И вот это такой парадокс. До той острой политической реальности, которая была в 98-99 году, Юрий Михайлович, наверное, не мог прийти в Медлимо, потому что Медлимо был за границей его актуального интереса. Так далеко в тот период его интерес к жизни не распространялся. После поражения 99-го года появление Медлимо здесь, даже с большими подарками, могло быть интерпретировано от просто превратного самым превратным образом. И прирожденная осторожность, которая все-таки иногда возобладала в нем, она, по-моему, не давала. То есть можно было, наверное, такую встречу организовать. И, наверное, тогда, конечно, бюджет Москвы был неизмеримо беднее, но можно было бы наскрести денег на то, чтобы что-то построить. Но вот политическое звучание, которое кто-то мог придать этому вполне рабочему, гипотетическому посещению, оно, думаю, его останавливало. И сама идея практически никогда не возникала. Почему бы Юрию Михайловичу не посетить Медлимо? А зачем? Еще одним парадоксальным его свойством было какое-то почти противоестественное сочетание в нем. Он одновременно был и советским человеком, и антисоветским человеком. Может быть, в более ранние годы сама такая проблематизация не была настолько актуальна, как она стала актуальна позднее. Многие методы, многое в отношении к жизни было советским. И в то же время первичным, мне кажется, для него были ценности свободы, которые взяли вверх в России после 1991 года, и которые Юрий Михайлович воспринял в полной мере. Он чувствовал себя практически абсолютно свободным человеком. И когда помнится кто-то из западных журналистов, то ли в его присутствии, не помню сейчас конкретно, как это было, сетовал на отсутствие в России свободы слова, он говорил, ну как же так? Я говорю все, что хочу. В России есть свобода слова, я говорю все, что хочу, я могу это себе позволить. Вроде бы подразумевалось, что остальные тоже себе это могут позволить. Но все мы, наверное, с годами постепенно теряем хватку. Где-то уже, наверное, года седьмого, с восьмого, по всяким разным, косвенным, прямым обстоятельствам было видно, что Лужковская цепкость постепенно уменьшается. И на заседаниях правительства иногда звучали такие фразы, слушайте, мы же смотрели этот вопрос два-три года назад, и что, так ничего не сделано было? Многие по традиции, по инерции продолжали брать под козырек тогда, когда мэр смотрел на них, а когда он фигурально выражаясь отворачивался, они чувствовали себя свободнее. И постепенно контроль над системой, эффективность контроля понижалась. Он начал пропускать удары, ну и в конечном счете в десятом году случилось то, что случилось, а тело промахнулся. Наверное, не это интервью может быть источником, должно быть источником для интерпретации тогдашних событий, но думаю, что Юрий Михайлович с большим не просто ему переживались те дни и недели, когда он узнал, потом это было официально объявлено о своей отставке. Целую неделю он вывозил свою обширную библиотеку оттуда, которая скопила. Он очень много читал. За вот этот период прямого и удаленного наблюдения, который наша деятельность нам обеспечивала, его интересы ушли очень далеко от, расширились очень далеко от проблем снабжения городом овощами и много чего аналогичного. О чем первое лицезрение мэра непосредственно в 98-м году на экономическом факультете он сначала взял вот не буду говорить кто ему это написал, зачем популярить вполне себе бессмысленные персоны. Он начал это читать, начал читать политологический текст, потом бросил листочки, потому что он почувствовал всю неадекватность того, что он говорит и как-то сам я даже не заметил, как он перешел на опыт по обеспечению города овощами. Вот вся эта публика, которая там сидела, она сидела открыв рот, то есть перед ними была живая жизнь, перед ними было нечто, что просто не позволяло мухе пролететь, муха пролетела, было бы слышно. За эти годы к 10-му году он прочитал очень много книг, может быть это помогло ему справиться с той ситуацией. Я вчера прочитал очень интересную оценку, которую дал один из членов нашей команды в фейсбуке, там было выражение что-то типа культура ухода, поразительным образом, ведь в России для столь высокопоставленных лиц в современной России такой культуры нет, то есть чтобы человек ушел и еще много лет находил себя в какой-то другой интересной жизни, это что-то, что противоречит тем трендом, который есть в нашей стране сейчас и возможно именно это один из уроков, которые Лужков дал российской политической элите. Лужков воспринимал власть, свое властное полномочие как очень полезный, удобный, комфортный, он любил это слово комфортный, комфортный инструмент для реализации тех многочисленных идей и задач, которые сам он перед собой ставил, которые ставила жизнь. И уйдя из власти, пусть вынужденно, он потерял эти ресурсы, он потерял эти возможности, но вместе с тем он освободился еще и от одного обстоятельства, которое, по-моему, всегда его тяготело. Люди его уровня и выше в нашей стране находятся в золотой клетке. Эта золотая клетка имеет свои негативные обстоятельства и освободившись от нее, он продолжал оставаться свободным человеком. Наверное, как это не будет противоречить некоторым трендам, интерпретационным трендам, которые характерны для сегодняшних оценок этого человека. Я надеюсь, что это свойство мэра, его стремление к свободе, оно останется одной из доминирующих интерпретаций его жизни. Впрочем, в соответствии с приписываемым Бернарду Шоу словам, милорд, ну что же скажет история, солжет как всегда. Не хотелось бы, чтобы получилось как всегда. Редактор субтитров Корректор Продолжение следует...